Согласитесь, сложно почувствовать себя осликом, даже если ты надобен Господу. Но иногда это полезно. Я тоже хочу поздравить вас с праздником. Хотя такой праздник сложно выговорить, что именно мы празднуем. Вообще, вот что мы сегодня вспоминаем, о чем речь, в чем суть. Люди, которые встречали Иисуса вот так торжественно, как мы уже слышали, нам напоминал Иван Петрович, ведь по сути, вернее, по форме они сделали все правильно. Они выразили почтение, они триумф выразили, радость свою, они оказали всевозможную честь, вот соблюли все формальности, соблюли для того, чтобы, ну вот, как будто бы встречали царя. Однако Иисус, глядя на Иерусалим, вот когда эти все формальности уже прошел, огорчается, плачет и говорит, вы самое главное не узнали. Вот самое главное вы упустили. Вы упустили то, что служит к миру вашему. У меня вот вопрос, друзья, а мы не упускаем то, что служит к нашему миру? Я хочу сегодня прочитать книгу из книги «Деяния апостолов» с 15 главы, с 19 стиха. Здесь написано так. Это слова Иакова. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Это один отрывок. И второй отрывок – это послание Павла к Титу, 3 глава, 15 стих. «Приветствуют тебя все находящиеся со мною, приветствуй любящих нас в вере». Я, конечно, думаю, что эти тексты, прочитанные в этот праздник, вызывают некое недоумение, как они вообще с чем связаны, но не спешите делать выводы. Я думаю, что мы еще придем и увидим, какая есть связь, когда коснемся сути. В книге «Деяний» мы прочитали и увидели, как появилось первое церковное правило. Правило, данное не самим Иисусом, правило, не произошедшее от Моисея или кого-то из пророков, а сами апостолы, точнее, апостол Иаков был лидером в этом всем. Он, если выше прочитать историю, цитируя, вот Павел рассказал, что происходит с язычниками, Петр рассказал, все они это все знают, и вот что с этим делать? И вот они, цитируя, размышляя над Писанием, приходят к выводу, что нужно принимать решение. Правильно будет, учитывая, что написано в Писании, принять решение, и это решение продиктовано пониманием того, что христиане из язычников, которые уверовали, они должны как-то отличаться от своего образа жизни до уверования. Ну, согласитесь, что это за христианство, в чем его смысл, что это за вера, если человек как ходил к идолам, так и ходит, если ел идоложертвенное, так и ест, но говорит, что он верит уже не в этого Бога, а в другого. И поэтому Иаков принимает вот такое решение, потому что у христианства должны быть отличия, христиане должны отличаться. А еще интересный аргумент приводит Иаков, он говорит, что закон Моисеев от древности и по сей день читается в синагогах каждую субботу, то есть люди знают, как написано в законе, закон осуждает идолов, удавлененную, кровь, много чего осуждает. И нужно же как-то, чтобы новые уверовавшие христиане из язычников не сильно диссонировали с имеющейся традицией, не сильно, ну, отличались от так вот, не сильно выделялись, не вступали в конфликт с законом. И знаете, что интересно? Оправданность этого церковного правила, которое здесь было принято, правило для язычников, подтверждает еще и то, что оно осталось в Писании. То есть никто его не опроверг, никто его в Писании впоследствии не поставил под сомнение, и даже Павел как бы на него ссылался впоследствии. Во втором тексте, который мы прочитали, это из послания Титу, здесь апостол Павел предлагает своему ученику Титу как-то по-особому выделять христиан, которые любят христиан, как-то по-особому выделять христиан, которые в вере и любят тех, кто в вере. И выделять он предлагает, ну, таким способом, когда ты его здороваешься. Просто можно сказать, что речь идет о вежливости, но Павел вкладывает несколько больший смысл. Он говорит, что тех, кто проявляют признаки веры, нужно приветствовать. А в другом месте говорит, что те, кто не проявляют, таких не приветствовать, потому что таким образом ты как-то участвуешь в злых делах этих людей. Что интересно, вот никакого сакрального специально духовного смысла в слове «приветствую» нет. Это простая вежливость, как «здравствуйте», «добрый день». Но здесь апостол Павел предлагает выражать свое отношение к тому, как верит, как живет человек с помощью вот этого способа приветствия. И в пожелании Павла очень мало личного. Он не предлагает выражать свое несогласие, знаете, противление, неприятие конкретно к человеку. Это своего рода воспитательная мера. Вот для первых христиан, тогда вот была такая рекомендация для Тита от Павла, что если христианин ведет себя достойно, проявляет признаки веры, ну надо его как-то выделять. А если не ведет себя, это тоже на это нужно, нужно обращать внимание. Однако в пожелании Павла, я еще раз повторяю, нет ничего личного. Это не способ выразить пренебрежение к человеку. Каждая семья, каждая церковь, каждая динаминация проходит определенные этапы формирования. Поначалу люди, каждый делает, возможно, что ему считается правильным, что считается нужным. Но рано или поздно проходит время, и люди приходят к пониманию того, что нужно как-то обозначить нормы, границы того, что нас будет идентифицировать. Что мы делаем, а что не делаем. И вот нужно как-то эти нормы согласовать, они должны быть всем озвучены, должны быть всеми поняты и в соответствии приняты. И вот об этом мы сегодня и читаем. Знаете, я вспоминаю время, когда не было гугл-карт. Представляете, молодежь особенно, такое время было. Мы как-то выжили, дожили до этого момента. Приезжаешь в другой город, и даже если ты знаешь адрес, тебе сказали улицу и номер дома, это еще не значит, что ты так легко это все найдешь. Но тогда можно было очень легко найти дом молитвы, ну, зная район, где его искать, вот понять, где это. Ты мог увидеть человека, который в воскресный день шел и выглядел определенным образом. Ты знал, вот по внешнему виду было понятно, что это верующий человек. И идя за ним, ты придешь в какой-нибудь дом молитвы сто процентов. Ну вот сто процентов. Это вот так вот как-то выделялись христиане. Вот такая была договоренность между собой, или так было принято. Это неважно сейчас уже, давайте не будем разбираться, почему именно это происходило. Но были признаки, по которым любой человек, желающий вот незнакомость с обстановкой, мог понять, это христианин, это не христианин. И это было по-своему хорошо и удобно. Конечно, это было, может быть, не всегда удобно самим христианам, потому что это требовало определенного поведения. Иногда это можно было подвергнуться какому-то нареканию за это, наверное, не иногда, а часто. Но это точно позволяло идентифицировать, кто же перед тобой. Вот, собственно, нечто подобное предлагал сделать, и Яков предложил, когда определил вот эти правила для уверовавших из язычников. То есть, он не хотел их чрезмерно отягощать их жизнь, их веру, но должно было быть какое-то отличие у веровавших из язычников от неуверовавших, христиан от нехристиан, но должно быть какое-то отличие, не может ничего не произойти, ничего не поменяться. Вот в этой истории апостолы определили для уверовавших вот некие рамки, обозначили для них нормы поведения. Если хотите, сказали им, что можно, что нельзя. Но время проходит, люди меняются, а принятые раньше нормы, они остаются. Я думаю, многие из нас слышали или читали, раньше это даже с кафедры часто история звучала, историю о хозяйке, которая, когда готовила мясо, обязательно отрезала кусок и выбрасывала. Наверное, слышали, эта история есть в разных интерпретациях, но суть ее сводится к следующему, что вот в одной семье так было принято, хозяйка берет кусок мяса, приготовляет, отрезает какую-то часть и выбрасывает. Когда какие-то гости, возможно, увидели, что происходит, задали вопрос, а почему так происходит? Хозяйка говорит, не знаю, так всегда делала моя мама, я делаю так, как делала она. Ну, была возможность спросить у мамы, маму спрашивают, почему вы так делали, почему ваша дочка так делает? Мама говорит, я не знаю, моя мама так делала. Ну, слава Богу, мама-то, бабушка еще была жива, спросили у бабушки, она говорит, все очень просто, у нас в доме была маленькая сковородка и голодная собака. И поэтому я отрезала кусок, чтобы поместилась на сковородку, и заодно кормила собаку. Но проходит поколение, смысл утрачен, для чего это все происходит, уже непонятно, но люди по привычке отрезают и выбрасывают. И вот так вот работает принцип, когда форма остается, а суть, смысл теряется. Люди приветствовали Иисуса, входящего в Иерусалим, они соблюли форму царского приветствия, но самое главное так и не увидели, так и не узнали. История эта о том, что с каждым поколением, с каждым годом существования традиции, людям становится все сложнее, а смысл для чего оно, с чем связано, чем вызвано, что означают действия, которые производят люди в те или иные дни, в те или иные праздники. Знаете, недавно моя дочка пришла с кружка по рисованию и поделилась своими интересными такими впечатлениями. Учительница предложила им нарисовать что-то на Пасху. Ну и предложила, знаете, шаблоны, что рисовать. А что это за шаблоны? Это пасочка, это крашенка, ну вот какие-то такие шаблоны. Ну, она взяла, нарисовала Иисуса на кресте. И когда учительница посмотрела на ее работу, она удивленно спросила, а это на какую тему? Друзья, это не смешно. Это смешно, но это больно. Существует традиция, мы живем в христианской стране, где у людей есть понимание, что, в какой день можно, нужно, к чему готовиться. А суть давно упущена и утрачена. Как в одной песне есть такие слова. Кто я без тебя? Странник без страны. Люди вроде странствуют по этому миру, но не знают, куда и к чему идут. За что я люблю христианство, за что я люблю протестантизм, за что я люблю баптистскую церковь и нашу церковь, это за то, что мы четко говорим о пути и стараемся помнить о смысле. И это я сейчас говорю не для того, чтобы похвалиться или выделиться. Это мои впечатления. Но вот то, реакция этой учительницы, это яркий пример того, как форма теряет смысл для тех, кто форму продолжает соблюдать. А знаете, если утрачен смысл, то наступает время тогда, когда форма возводится во главу угла. За форму будут сражаться, драться, ее будут защищать, ругаться из-за нее будут. Вот, к примеру, в какой день надо паздновать Пасху? Больной вопрос, да? Тот, кто знает суть, ответит на него правильно. А тот, для кого осталась форма, будет до последнего ее держаться. Должен сказать, что я для себя вижу пользу в подобных постановлениях церкви, как мы читаем, Яков, который принял решение, похожих постановлениях в семье, которые принимаются, когда мы осмысленно вместе договариваемся, что для нас принято, а что нет. Что нас будет выделять как христиан, что будет отличать. И вместе сознательно, это не закон, это не пустое правило, это не пустой звук, это не дань традиции, это необходимость. Что мешало Якову сказать, собственно, Христос же не требует от язычников ничего. Но понимание Писания, понимание того, что должны быть отличия, что будет диссонанс с существующим законом, закон продолжает, его никто не аннулировал. Нужно, чтобы христиане, язычники, уверовавшие в христианство, не продолжали жить так, как жили, будучи незнающими Христа. Должно быть отличие. И это отличие должно быть в чем-то гармонировать с существующим Писанием. Я должен сказать, что такие решения помогают человеку не смешиваться с окружением. Но есть и побочный эффект. Они могут помешать человеку лично познавать Христа, когда утрачена суть. Хотя подобное не грозит тому, кто сам читает Писание, кто научился этому, для кого это стало ценностью, а не формальностью. Потому что, читая Писание, ты не теряешь связи с реальностью. Ты не теряешь связи с Создателем Вселенной. Ты не теряешь связи с тем, кто дает суть, открывает суть. Если я довольствуюсь только тем, что говорят с кафедры, только тем, что слышу в каналах, на которые я подписан, это отчасти помогает мне быть тем, кто я есть, но ограничивает меня в личном развитии. Интересно получается, что люди очень тщательны в том, чтобы соблюсти форму и беспечны в том, чтобы сохранить смысл или найти этот смысл. Вот, к примеру, праздник, о котором мы рассуждаем сегодня. Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. О чем этот праздник, друзья? Ну, когда мы говорим Рождество, понятно, Иисус родился. Ну, вообще, рождение ребенка, она с ассоциацией понятна, да, радость, тем более мы знаем, как бы, путь, для чего родился, и вот, ну, понятно событие, понятие праздник. Пасха. Иисус воскрес. Вроде тоже для нас понятно. Троица, сошедствие Духа Святого. Тоже вроде понятно. Жатва, благодарность Богу. Тоже понятно. Благовещение. Ну, все, вот как-то можно... А вот торжественный ход Иисуса Христа в Иерусалим. Не, ну, нам рассказывают праздничные стихи, песни, приятно. А в чем же суть? А вы знаете, что сегодня мы говорим об исполнении очень серьезного пророчества, об исполнении Слова Божьего. Вот о чем мы сегодня вспоминаем. Христос в разные страны входил, в разные дома входил, но нет праздника, когда Он зашел в дом Лазаря, к примеру, да? У нас, во всяком случае, нет. Захария, пророк Захария, 9 глава, 9 стих. Он предрекал те дни, о которых мы сегодня вспоминаем. И вот как Он говорил. «Ликуй от радости дщерь Сиона, торжествуй дщери Иерусалима. Се, царь твой, грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице, сыне подъяремной». Я уверен, что евреи, фарисеи хорошо знали это пророчество. Прекрасно понимали, когда входил Христос вот с этими всеми торжеством, они не могли не провести вот эти параллели для себя. Но исповедания не было. Признание не прозвучало. Очень часто и мы так себя ведем. Мы видим правильные вещи, но стесняемся заявить вслух, что это правильно. Мы видим неправильные вещи и боимся сказать вслух, что это неправильно. Я так понимаю, что тот праздник, о котором мы сегодня говорим, это исполнение пророчества, это исполнение Слова Божьего. Это знаковый поворотный момент для израильского народа. А еще я понимаю, что с этим праздником мы входим в предпасхальные дни. Он своего рода, как условная веха, чтобы начать осмысленно воскрешать в памяти библейские и евангельские события, связанные с нашим спасением, с тем, для чего пришел Христос. Знаете, когда много лет подряд слышишь о Пасхе, слышишь о том, для чего пришел Христос, уже веришь в это все, все равно острота ощущений теряется. Потому мы каждый год пытаемся напоминать, читаем одни и те же тексты, чтобы за формой мы не упустили суть, чтобы за праздничным днем, за красивой музыкой, за хорошим стихом, может быть, даже какой-то замечательной проповедью или не очень. Но мы не упустили сути, ради чего, ради кого, почему, в чем смысл. Поэтому я думаю так, что если мы не упустим или не упустили смысл, то с этого самого дня и до самой Пасхи мы с вами будем переосмысливать библейскую историю. И делать это, знаете, не так, а, ну да, скоро Пасха, а, ну да, надо что-то приготовить, а кого позвать, а как провести время после служения. Ну, служение же закончится, надо же, это же праздник, надо же, кому поедем в гости или кто к нам придет. Обычно у людей праздники вот с этим ассоциируются, да? Если еще на празднике принято что-то дарить, ну, надо что-то ж купить, если такие праздники. Но речь идет о том, что ты будешь переосмысливать библейскую историю на уровне своего подхода к Священному Писанию. Видение себя в этой сфере. Вы знаете, иногда полезно подумать о том, что Христос умер не за всех, а за меня, и что простил грехи не всего мира, а мои. И вспомнить вчерашний день или сегодняшнее утро, и так ли я ценю то, что простил Господь. Или для меня это уже просто, знаете, так, веха в истории. Он простил, принято, записано, это истина и аминь, а дальше живем, как получится. Я уверен, что если мы не упустили смысл, мы будем сами перечитывать Евангелие, воскрешать в своем сознании, читая Писание, не просто по памяти или слушая кого-то, перечитывая Писание, думать о том, каким путем прошел Христос. И я, конечно, уверен в том, что мы будем каяться. Если я действительно буду читать Писание, я буду каяться. Не знаю, как у вас, я, когда читаю Писание так, чтобы читать, мне всегда хочется сказать, Господи, прости. Вот за это или за это, то, что открывает Господь. Есть очень много случаев, когда хочешь сказать, Господи, аллилуйя, благодарю Тебя. Невозможно не покаяться, когда ты вчитываешься в Писание, считываешься в истину с желанием ее понять. Невозможно не воскликнуть Богу аллилуйя, когда ты понял истину. И даже если ты увидел себя грешником, ты все равно воскликнешь аллилуйя, потому что ты, как верующий человек, имеешь прощение во Христе. Вот эта живая жизнь, это жизнь, настоящая жизнь христианина. Неформально, не просто форма, не просто прийти в определенный день, в определенное время, поздравить всех правильными словами. Речь идет о сути, речь идет о смысле. Учитывая практику апостолов, я хочу заметить, что Бог ожидает от нас, что мы с вами не будем смешиваться с традицией. Не будем сливаться с традицией, которая давно утратила смысл для соблюдающих ее. Но и одновременно он ожидает, что мы не станем откровенно с этой традицией диссонировать, чтобы не потерять эффективность в обществе. Я понимаю, что это сейчас сложно звучит, но смотрите, как интересно получается. И Иаков предложил вот эти нормы, от чего воздерживаться уверовавшим изъязычникам, для того, чтобы не было нарекания на христиан и на христианство в целом от иудеев, потому что закон продолжал читаться. То есть апостолы, учитывая это все, они хотели остаться эффективными, потому что если придет язычник, который только что поел и доложертвенное, съел кровяной колбаски, ну там крови, да, написано, или удавлены, или еще что-то, придет к еврею проповедовать о спасении во Христе, ну, можно представить, чем эта проповедь закончится, возможно, даже не начнется. То есть ради эффективности в обществе, ради эффективности свидетельства, христиане должны отличаться в своем быту, в том, что, казалось бы, и не регламентируют Писание вот так вот жестко, но по ситуации, по обстоятельствам принимается решение, что мы как христиане делаем, что не делаем. Можно с этим спорить, а можно принять на вооружение как способ отличаться, выделяться ради эффективности. Но это, конечно, вопрос эффективности волнует только тех, кто всерьез заинтересован в том, чтобы свидетельствовать, чтобы принести плод Господу. Если это не заинтересован человек в этом, ну, тогда, конечно, не видит он смысла в этих отличиях. Но он, Христа, считая, желает, чтобы мы не потеряли эффективность в обществе. И вот вопрос, как это сделать? Вот Христос очень сильно отличался от своих современников, от учителей, от раввинов того времени. Он учил вроде тому же закону, по сути своей, но отличался. Его подход к Писанию Моисея, к сложившимся традициям в то время, был таким, что Писание он не нарушал. А традиции не придавал чрезмерного смысла. Он не стеснялся есть, если его ученики ели неумытыми руками, или в субботу собирали хоколоси, или если он исцелял кого-то в субботу. Его это не смущало. Но, к примеру, вы помните, когда была необходимость подать подать, Христос как-то сделал так, чтобы эту подать можно было дать. То есть, чтобы не терять какой-то эффективности. То есть, с одной стороны, Христа нельзя было обличить. Вот те же евреи, которые обличали Его в том, что Он не соблюдает субботу, не могли обличить Его в том, что Он грешит и не соблюдает закон вообще. Что Он поступает не по Слову Божьему. Они цеплялись за формальные вещи. Но ведь Христос осмысленно с этой формальностью не вступал, не поступал по этим формальным требованиям. Он осмысленно для чего? Для того, чтобы привлечь внимание людей и донести суть, чтобы сказать суть. И поэтому люди, это работало, люди задавались вопросом, мы сегодня уже слышали, а кто же это? Вот кто Он? Вот кто Он, если Он вот так делает и вот так говорит? Кто Он? Но знаете, вот очень важно именно соблюдение Писания и способность пояснить свой выбор Писанием, а не только пренебрежением традиции. Мы иногда как христиане говорим, ну, это традиция, это меня не касается, я вообще выше этого. Люди не понимают, почему тебя это не касается. Кажется, что ты вообще не христианин тогда в таком случае. Поэтому вот если глядеть на Христа, посмотреть на Него, то понятно, что Он объяснял свой выбор и был способен к этому. Я не знаю, способны ли мы объяснить, почему мы верим в то или иное. Есть ли у нас сила, есть ли слово, есть ли вообще в мыслях способность построить даже какую-то, знаете, аргументацию. Не потеряли ли мы ее? Подумайте об этом, друзья. Хорошо, если нет. Вы знаете, вот сегодня иногда наши дети чересчур смело демонстрируют свою свободу от формы, от того, что было принято их родителями. Вот родители вот так выглядели в церкви, вот так ходили, вот так служили, вот так пели, вот так говорили. Можно сказать, что это... Ну, а дети иначе. Можно сказать, что это извечный конфликт поколений. Ну, переход от поколения к поколению, это нормальные процессы и так далее. Отчасти да, если только об этом идет речь. Но иногда это может быть бунт, а иногда это может быть вызвано непониманием, почему родители соблюдают ту или иную форму. Непонимание. Потому что нам, как родителям, не удалось передать суть. Мы попытались передать форму, как могли, до какого-то возраста. В этой форме сдерживали, ругали, наказывали, ограничивали, вталкивали в эту форму. Но проходит время, и силы родительские заканчиваются вот для такого сдерживания. Если ребенок уяснил суть, он не будет сильно противиться форме. Хотя, конечно, все равно что-то видоизменится по-любому. В музыке, в внешнем виде. Но иногда, знаете, я наблюдаю за нашими детьми, и смотришь манера разговора, сленг, то, какие посты в соцсетях они выкладывают, как выражают свою мысль, как пытаются идентифицировать себя. Иногда, знаете, задаешься вопросом, а кто же он или она? Кто же он или она? Невольно вспоминаешь Раваама, сына Соломонова, кто читал, наверное, помнит, о чем идет речь. Когда Соломон уже отошел от царства, жизнь его служения закончилась, его сын Раваам поцарился, и стоял вопрос уже политического решения, как царя поступит он как отец, и он не захотел поступить как отец, помните, да? Он говорит, а кто такой? А я сильнее моего отца, а я знаю, не буду как отец. Что это? По мере взросления форма обесценивается, если не донесена суть. По мере пребывания в церкви с годами, если мы упускаем суть, мы начинаем пренебрегать и формой. Тем более, сегодня есть большое разнообразие форм. Пение, служение, общение, разные формы. И кажется, что то, что тут, это устаревшее, а то, что там, это новая жизнь, это свежий глоток по витре. Но иногда это самообман. Просто мы упустили суть. И ищем новых ощущений в новой форме. Каким вопросом задаются те, кто пересекаются в жизни с нами? Вот глядя на меня, на вас, люди, которые пересекаются, наверняка задаются вопросом, кто же этот человек? Вот интересно, какой ответ звучит у них для себя. Мы это никогда не узнаем чаще всего. Есть ли у нас достаточно мужества, как у христиан, чтобы отличаться от традиции, но вместе с тем есть и достаточно мудрости, чтобы не пренебрегать ей бездумно, чтобы не потерять эффективность? Это вопросы экзистенциальные для нас, вопросы нашего выживания, нашей эффективности, как церкви, как единицы вот такой вот религиозной, динаминационной, духовной в городе, в том обществе, в котором мы находимся. Да, может быть, если я об этом не думаю и где-то закрылся в своем мирке, может быть, я и не потеряю сам лично спасение, потому что верю во Христа. Но есть еще и плод. Вы помните притчу о тех рабах, который пришел один и принес завернутый плод, мину принес, завернутый в платочек, и говорит, вот тебе твое. Вот что ты мне дал, я тебе и принес. Я так понимаю, вот я, я пришел, все, я сохранил тебе верность. По сути, кажется, что этого хорошо, если так получится, но Христос упрекнул этого раба. И вот этот праздник, о котором мы сегодня говорим, торжественный ход Иисуса Христа в Иерусалим, это хорошее напоминание нам о силе формы, ну и, возможно, ее даже вреде, когда она утрачивает для нас смысл. Люди, я повторяю заключение, очень правильно встретили Иисуса. Вот если говорить об устройстве праздника, о красоте принятия вот этой встречи Христа, все было сделано замечательно, все было сделано хорошо. Но немногие обратили внимание на то, что исполняется пророчество. Немногие поняли, что служит к их миру, а к миру служит Слово Божье. Когда оно исполняется, люди, видя исполнение Слова Божьего, свою жизнь этому подчиняют. И за это Христос говорит, ну придет время, когда обложат тебя враги, станет тебе плохо, и все это из-за того, что ты не узнал день посещения твоего. Печально. И да поможет нам Господь, будучи людьми, очень близкими к сути, а в большинстве своем, я уверен, знающие суть, помнящие, ну не забывать ее значение, не отставлять суть на второй план, самого Христа. Вот то, что происходит, и будет сейчас происходить в эти пасхальные дни, во всей этой суете праздничной, подумать, помыслить о претерпевшем за нас поругании, о воскрешенном для нас Иисусе, об исполнении пророчества, пророчества. Это полезно. Полезно для того, чтобы обрести силу, для того, чтобы почувствовать себя живыми, настоящими христианами, способными говорить о Христе не только дома, не только в церкви, но и, может быть, где-то еще за пределами. Это дает силу, потому что Дух Святой приближается к нам. Слава нашему Господу, слава за Его Слово, да поможет Он нам в этом. Аминь. Слава нашему Господу, Продолжение следует...